А у тебя что, такие высокие родители? А сколько у тебя у мамы рост? А сколько у папы? А какого ты вообще роста? В смысле метр восемьдесят семь? Я думала, ты где-то метр девяносто пять. У меня любимый человек был метр шестьдесят пять. Единственный минус, это когда видишь их вещи, и они такие маленькие. Боже мой, думаешь, как это так? У меня был один знакомый, который был выше меня на двадцать сантиметров. То есть он был где-то два десять. Я смотрела на него вверх, и я подумала, неужели все люди смотрят на меня так, снизу? У меня есть фотографии детского сада, в которых я стою с мальчиком, и я уже выше его. Всегда в школе я стояла в шеренге на физкультуре, первая из девочек, и я была выше самого высокого мальчика. Я даже была не самая высокая. Я там на физкультуре, по-моему, стояла третья. Друзья ниже меня, всегда в школе, выше всех, выше мальчиков. Сидела в последней партии все время, хотела как отличница в первой партии сидеть. С первого класса мечтала, чтобы ножки болтались. Сложно смириться с тем, что ты не похож на других. Поэтому развиваются комплексы. В детстве, когда я с кем-то знакомилась в интернете, я сразу говорила через буквально пару сообщений, ты должен знать, что у меня такой-то рост. И обычно они такие, да ты шутишь, нет, я тебе не верю. Я говорю, да, это правда. Вот так. Обзывались, типа, дыр, вот это да, тоже жираф и так далее. Когда была подростка, у меня это очень задевало. Вот как-то боюсь, только не смотрите на меня. Но это уже с самооценкой связано. Рост тоже на это повлиял. Я иногда замечаю за собой, что я могу сутулиться. Особенно, когда я нахожусь с людьми, которые меня ниже. То есть ты как-то на них смотришь все время вниз, и получается, что как-то, я не знаю, инстинктивно плечи у тебя все равно вперед подаются. Только в школе было комплексы. Я просто выросла и поняла, что это я и моя семья почти высокая. половина семьи. Папа, брат высокий. Мама, метр шестьдесят пять. Мама меня Долдан называла. Взять обычную прогулку по улице с каким-нибудь другом или родственником. Каждый раз я слышу просьбы идти помедленнее, потому что с длинными ногами скорость очень высокая. Столы, стулья сделаны для метр шестьдесят пять. Парикмахерская, да. Они отпускают, отпускают, да. Нажимают, нажимают, отпускают. И отпускаются дальше. Я такая поняла, вот так сажусь. Каблуки я единственный раз хотела надеть на выпускной. Но мне тогда было семнадцать, и очень сильно застеснялось то, что я буду выше директора. Потом я жалела, ходила по квартире на каблуках, думала, зачем мне их не надела. Но они лежат на балконе до сих пор, и я их никогда не надевала. То, что проблема с рукавами, например, в женских рубашках. У меня все время короткие вот так вот рукава. Я беру в основном мужские, потому что рукава длинные. Я уже не мечтаю об одежде с рукавами, которая мне подойдет. Я просто покупаю и вот так делаю. Все время все джинсы, которые я выбираю, очень короткие мне. Это я, конечно, понимаю, что сейчас модно, но в целом, например, зимой не очень приятно ходить в коротких штанах. Ну и обувь, конечно, так как у высоких девушек большой размер ноги, так что обувь найти тоже сложно. У меня 42 размер ноги. Здравствуйте, покажите, пожалуйста, есть ли 41 и 42? То есть я даже не выхожу и не смотрю на красивые модели, потому что я знаю, что там будет 39 последний. И часто еще, самоинтересно, бывают вот эти большие размеры, которые 41 и 42. Они просто реально очень фасоны некрасивые. Или там какой-то нереальный каблук, просто там шпилька 12 сантиметров. Блин, но если ты высокая, то есть у тебя большой размер ноги, куда там еще 12 сантиметров каблуки носить? Самая обидная история в моей жизни, это связанная с моим выпускным, потому что я не смогла найти себе мальчика, с которым можно танцевать вальс. Потому что все они были маленькие, а высоких мальчиков быстро расхватали, и я осталась без пары, и я не потанцевала вальс. Это очень обидно. Транспорт. И если, тем более, если ты едешь в незнакомое место, тебе нужно видеть, куда ты едешь, где выйти. Вот так вот едешь, сидишь, тут бабулька жалуется, как эта молодая сидит. Я не знаю, куда еду, мне нужно увидеть, куда еду. Сейчас вот пора остановить, выйду. Почему не люблю автобусные туры эти, да, допустим, даже куда-то в Европу поехать? Потому что это постоянно такие мучения, эти ночные переезды. И там я смотрю на этих девчонок, которые метр шестьдесят. Она такая села, коленочки сложила, ручками обняла себя, все, уже спит. Нет, я не ездила в автобусе в дальние места, да. Маршрутки, наверное, ездила, я не заметила дискомфорта, потому что все в моей жизни дискомфорты. Я пытаюсь выйти из метро и ударяюсь головой о дверь. Или когда я встану и случайно не замечу, что надо мной перила, и тоже ударюсь об него. Это очень со стороны выглядит неловко, и мне становится стыдно. Хочется иногда, чтобы выше тебя человек обнял. Вот это максимум, что не хватает в росте, это вот максимум. Чтобы обнял сзади, вот так чувствовать вот это. А то не вот так, что руки снизу обнимает, а выше, чтобы плечико задевали. А у тебя что, такие высокие родители? А сколько у тебя у мамы рост? А сколько у папы? А какого ты вообще роста? В смысле метр восемьдесят семь? Я думала, ты где-то метр девяносто пять. А ты занимаешься баскетболом? А волейболом? А может, ты теннисом занимаешься? А, ты, наверное, модель. В смысле, ты ничем не занимаешься? Ты не модель, а как так? А почему? А тебе неинтересен спорт? Ты баскетболистка? Баскетболистка или волейбол? Но рост-то не из-за этого у меня. Слушай, тяжело, наверное, найти мужика с таким ростом. Что ты ела здесь? Морковка, да. Пропускаю мимо, да. Или не слышу. Слишком низко. Смешно, когда я иду, и какой-нибудь там ребенок с мамой идет, и шепотом, ой, какая большая тетя, мама, почему она такая большая? Я тоже думаю, что я такая большая? Иногда как-то посматривали, и так вот, что же за высокая девушка идет, что-нибудь такое. Но прям таких оскорблений, ты высокая, ты некрасивая, такого не было. Вот путались с парнем сзади, в куртке там зимой, в шапке идет, и едешь, молодой человек, вы ходите. Такая поворачиваюсь. Я понимаю их реакцию. Конечно, я высокая, еще поворачиваюсь, еще девушка начинает извиняться там. У меня был один знакомый, который был выше меня на 20 сантиметров. То есть он был где-то 2,10. Я смотрела на него вверх, и я подумала, неужели все люди смотрят на меня так снизу? Потому что для меня это очень непривычно. Вот если взять моих подруг небольшого роста, я хожу с ними вот так вот, привет, привет. Я уже не замечаю этого, мне уже как бы все равно. Но когда гуляю с друзьями или с родней, то они замечают, вот как сзади на меня вот так вот смотрят, вот так вот, и с такими глазами вот просто. И потом говорят мне, что вот на тебя так смотрели, а я вообще не замечаю этого уже. Недавно мы с моими друзьями ходили на концерт. И так как выступала моя любимая группа, одна из любимых, мы должны были пройти чуть ближе к сцене. В общем, там образовалась такая лужайка свободная. Вот, мы туда протиснулись и стояли буквально минут 10. И тут слышу, эй, ты по плечам, ты тут встала, пришла, мне за тобой не видно. Я поворачиваюсь, говорю, девушка, может быть, вы мне ноги тогда отрубите? Если находятся люди, которые высказывают свой негатив, просто стоит понять, что на них не стоит тратить свое время. Потому что оценивать человека по каким-то физическим параметрам не лучший выход из ситуации. У меня любимый человек был метр шестьдесят пять. Единственный минус – это когда видишь их вещи, и они такие маленькие. Боже мой, думаешь, как это так? Ну, сейчас у меня другой, да, нет, 85, мы одинаковые. Но сейчас я счастлива, потому что я могу носить друг друга одежду, можем майками поменяться, наконец-то можно байками поменяться или еще что-то, потому что метр пятьдесят пять, ой, шестьдесят пять – это были вот маленькие маечки, там, детские такие. Это очень мило было. Но смешно. В социальных сетях, например, я указываю, какой у меня рост на всякий случай. Но в целом у меня молодой человек есть, и он на пару сантиметров меня ниже. Меня это вообще никогда не смущало. Это только у него, вот при первой нашей встрече было вот такая высокая. Немного привыкал. Так что вообще не обращаю внимания, какой рост у парня. Главное, выше метра семьдесят пяти, да. Мой мозг, наверное, настроился на поиск высоких. Я влюблялась в каждого высокого парня, который я видела в школе. То есть был случай, когда я даже не видела лица, но я просто увидела, что он высокий, и все, я в него влюбилась. А потом, когда в школе я набернулся однажды, вся моя влюбленность прошла. Но в итоге я повзрослела и поняла, что на самом деле это не так уж и важно. Вот у меня сейчас есть парень, который ниже меня чуть-чуть буквально, и нас все устраивает, и меня в том числе. То есть это не проблема. Мне иногда кажется, что парням, которые не очень высокие, это метр семьдесят, метр семьдесят пять, им нравятся девушки реально на сантиметров десять выше их. И на самом деле меня это иногда удивляет вообще. Но есть обратная ситуация, когда высоким парням почему-то нравятся низкие девушки. То есть я не знаю, почему, почему это удобно, потому что мне кажется, удобнее, когда вы одного роста. Там даже если, то есть я всегда думаю, господи, он для того, чтобы ее поцеловать, сгибается в три погибели, там просто, потому что это ужасно неудобно, то есть комфортнее, конечно, когда вы одного роста. Ты набрал два килограмма, незаметно. Я распределилась. Незаметно, ничего незаметно. И если мы где-то там в толпе собираемся, конечно же, ориентируйтесь, друзья, на меня. Ищите, мнязих. У меня длинные ноги. Меня издалека всегда видно. Когда меня могут друзья потерять, я их не могу найти, потому что они роста метр шестьдесят. А они меня всегда находят. Потом еще один плюс, то, что в толпе людей мне всегда есть чем дышать, потому что, ну, кислорода больше. На тебя всегда обращают внимание. Ну, это такой прям главный плюс, который бы я отметила. На самом деле, иногда, когда у меня плохое настроение, я хочу послушать музыку, я иду по улице, и мой рост дает мне такой плюс, что я просто смотрю вдаль, и, в принципе, я как-то, можно сказать, не вижу никого снизу. Они где-то там, внизу, я их не вижу, иду сама по себе. Как бы банально это ни звучало, но полюбить себя, потому что, на самом деле, отношение к себе влияет на отношение других людей. Искать себе подружку или подружек, которая твоего роста. Это очень, на самом деле, вот как-то... Да, на самом деле, это помогает. Это помогает, да. Я не думала об этом, но помогает. Совет дня. Не париться, высокий рост, это же хорошо, ты свежим воздухом дышаешь. Боже, не в этом проблема. Проблемы есть глобальные, которым можно подумать, потратить нервишки на это. Я думаю, последняя вещь, которой я буду зацикливаться на себе, это же хорошо. Я бы дала совет не сгибать коленки на общих фотографиях с людьми, которые не такого высокого роста. И потому что, на самом деле, это видно, если фотография во весь рост. Это как изюминка, скажем так, твоя. Поэтому зачем из-за этого переживать, зачем из-за этого комплексовать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!